Доброе утро, команда! Привет! Поставьте плюсики, как меня слышно. Молодец, какая внимательная. Сразу увидела ошибочку. Она ничего не исправила. Нормально. Вы же знаете, да? Подведем итоги каталога номер 16 и запустим 17. И с вами сегодня Лилия Донскова. Я хочу вас поздравить с завершением одного из лучших каталогов года. Каталог номер 16. Да, мы шикарно вообще в нем... Многие сделали свой классный прорыв. И я предлагаю похвалиться. Расскажите, что у вас хорошего произошло в 16 каталоге. Хвалюшки у нас приветствуются. Чему научились, что сделали, какие результаты ваши личные. А я хочу сказать, что в целом по команде мы просто мощные гиганты. У нас пришло много-много новичков в команду. И очень многие из них стали активными, с чем я вас поздравляю, что вы выбрали одни из лучших возможностей в мире. Я не побоюсь этого сказать. Потому что это уникальная возможность построить свой бизнес вместе с самым надежным партнером с компанией Арифлеем. Да, кто-то перевыполнил план, кто-то его... Кого-то план удивил, да. Итак, итоги 16 каталога выделены жирненьким. В скобочках то, что было... Ой, 17 каталог. Да что ж я... Это я исправляла, кстати. Сейчас я вам напишу. Тут 17 каталога. То есть у нас пришло 75 новичков в команду. 23 из них стали рекрутами и 10 человек прошли первый шаг стартовой программы. Вернулись в команду 28 человек. Активность 66%. Товарооборот команды 21678 баллов. Вы видите, да, что приросли на 6000 баллов за один каталог. Это, конечно, очень круто. Но надо учитывать, что это Новый год, это сезонность, это заказы у многих увеличились на 50, на 100 баллов, а у кого-то и на 200. А, правильно, Наташ. Итоги 16 каталога. Все, я запуталась окончательно. И товарооборот wellness 1728 баллов. То есть wellness держим хорошо. Ага, я такая. Чтобы вы взбодрились. Видите, я вас проверяю на внимательность. Как вы, включились уже? Готовы работать? Или еще дрыхнете? У кого-то время перевели, например, как у нас. Мы так еще вообще не поняли, что это такое. Я сегодня встала и думаю, какой ужас. Хочу спать. Вот с такими результатами я нас всех поздравляю. На что я хочу обратить внимание. Ребят, первое. Так как это Новый год, да, вот эта цифра, она, конечно же, нормальная для Нового года. И вот эта цифра, она должна всех насторожить, потому что активность стала ниже. То есть активность должна была вырасти сильно, да. В празднике люди должны захотеть смотреть каталоги и заказывать продукцию. Она у нас упала. Почему, ребят, это зависит, активность людей только от работы спонсоров. То есть если вы позвоните человеку, который какое-то время не делал заказы, и скажете ему, там, ты крутышка, ты что, ты чем пользуешься? У тебя что, ничего не кончилось? Или ты не знаешь, где посмотреть каталог? Давайте я тебе скажу, какие сейчас акции идут и так далее. То есть нам нужно с вами активность поднимать. То есть вот эта вот цифра реактивирована. То есть это возвращены люди в команду. Они, вы рассказали всего 28 людям о том, что они там давно не размещали заказы, что у нас вышли новинки и так далее, и так далее. Рассказали про акции. Это очень мало. Ребят, никогда нельзя забывать про тех людей, которых вы уже пригласили раньше. Согласны со мной? Кто меня понимает, о чем я говорю? Это наша с вами база. Это люди, которые зарегистрировались. Если они не сделали заказы 1, 2, 3, 4, каталога 5, вы их должны вернуть. Они еще тепленькие, они еще, да, может быть, просто не делали заказ по какой-то причине. Нужно выяснить, почему не делают. Потому что эта продукция, она нужна всем. Если они ее не выписали из каталога, значит, они пошли в рубль бум или в магнит косметикс и купили там какую-то продукцию. А мы с вами знаем, какая там может быть продукция. Поэтому вы должны позаботиться о том, чтобы ваши люди пользовались дисконтом. Это вам будет давать все время удержание основного товарооборота за счет потребителей. Договорились? Никогда не забывайте про старичков. Позвоните им, пишите, напоминайте, реанимируйте. Вы знаете, кого-то зацепит одна акция, кого-то другая. Но если вы им не расскажете, их ничего не зацепит вообще абсолютно. Согласны? У нас маленький рекрутинг. Маленький. Но, хотя он и маленький, зато качественный. Многие из вас стали работать с теплым рынком. Это очень радует. Потому что теплый рынок, вы видите, он дает хороший переход. И команды из меньшего количества людей дают большие результаты. Я хочу, да, особенно поблагодарить тех, кто поддержал эту эстафету и работает именно с теплым рынком. Потому что, ребят, это самый быстрый метод построения команды. Кто со мной согласен, поставьте плюсики. Нет, пятерочки поставьте в чате. Пятерочки. А кто все еще боится работать с теплым рынком, напишите в чате, чего вы боитесь, что вам мешает. Потому что, ребят, быстрый рост – это теплый рынок. Однозначно. Другого не дано. Итак, давайте начнем по порядку. Я решила с вами сегодня провести необычную планерку. Не просто, да, рассказать про акции. Я даже про них вообще, в принципе, рассказывать сегодня не буду. О них вам расскажет завтра Мария Скляренко на планерке. Она очень вкусная и классно рассказывает про акции. Я там буквально два слайда кинула. То, что мне особенно нравится. Я вам буду сейчас рассказывать ваши пошаговые действия, чтобы за полгода вы стали точно на уровень старший менеджер. То есть, стали выполнять квалификацию директора. Кому это интересно, ребят, поставьте восклицательные знаки. То есть, если делать вот эти действия, понятные и простые, не отступая, то вы этого результата добьетесь, может быть, даже быстрее. Если вы уже в команде полгода и до сих пор не директор, это только потому, что вы не делаете систематические действия. И вы должны себе это понимать. Мне очень нравится, как спрашивает Эдуард Васильев. Кто знает Эдуарда Васильева? Поставьте плюсики. Он всегда говорит со сцены. Ребята, а вам не кажется, что нам Арифлейм слишком много платят? Не кажется ли вам, что вам Арифлейм слишком много платят? А вы бы себе заплатили за такую работу? Вы действительно вкалываете, вы выкладываетесь и строите свой бизнес? Или вы где-то недорабатываете? Или вы где-то отсиживаете? Да, многие из вас играют в игры. Вы знаете, меня просто поражает. Я открываю контакт и выпадаю в осадок, что многие из наших людей, которые пишут, я хочу быть директором, уже на каком-то там тысячном уровне, 400-тысячном уровне, в каких-то играх. У вас на это есть время, а на то, чтобы сесть в ролик, посмотрите, разобраться, как сопровождать новичка, у вас времени нет. Да? Вот если я увижу, что кто-то играет в игры, вот эта отмазка, что у меня ребенок играет, она не прокатит. Установите ребенку игрушки на его какой-нибудь страничке или на какой-то левой страничке. Но если я увижу, что вы играете, я на вас время тратить не буду. Запишите себе жирными буквами и расскажите всем своим новичкам. Кто играет в игры, ко мне не обращайтесь. Договорились? Ну-ка поставьте там пятерочки жирненькие. Итак, смотрите, ребят, пришли зарабатывать, давайте работать. Потому что меня вот это не устраивает, что люди приходят и полгода по году висят на 3-6% и дальше не двигаются, когда такие возможности мощные есть. Тогда нечего тут делать. Да, устроитесь на работу и работайте за 15-20 тысяч. Давайте разберем подробности, что нужно делать. Смотрите, первый шаг. И вы мне ставьте вот по первому шагу, ребят, реально пройти школу предпринимателя от начала до конца, изучить ее, вникнуть в систему рекрутирования, разобраться, как отправлять шаблончики, какие, когда и куда. Реально или нет? Ставьте цифру 1, если это реально. Следующая задача – это прочитать книгу 10 уроков на салфетках от начала до конца, от корки до корки 10 раз подряд. Изучить маркетинг-план, то есть разобраться, за что, кто, на каком уровне мне будет платить. Какие есть бонусы, какие плюшки. Наладить систему рекрутирования. То есть что значит наладить систему? Это одна регистрация личная в день. Одна регистрация в день. То есть вы берете себе метод работы. Например, если это теплый рынок, то вам надо в день примерно завязать переписку, общение с 10 людьми из своего списка контактов. Если вы работаете в Инстаграме, вам нужно сделать 5000 подписок в день, чтобы у вас была одна регистрация, как минимум. Понятно, о чем мы говорим? То есть если это другие какие-то соцсети, ребят, вы должны выбрать тот метод работы и выполнять ту норму, которая вам дает одну регистрацию в день. На это у вас должно уходить около 1,5-2 часа на рекрутинг. Далее, организовать личный товарооборот 150 баллов. Мы учимся это делать, постепенно настраиваем систему этого товарооборота. Ребята, это реально или нет? Ну-ка ставьте плюсики или минусы. Отлично. Далее, двигаемся дальше. Прошли вот эту стадию, да, вы новичок. Почему важно делать личный товарооборот 150 баллов? Это, ребят, это единственное условие, которое выдвигает компания, чтобы вы получали все абсолютно бонусы, премии, были участниками премьер-клуба. Ребят, реально? Да, Наташа, я видела, что ты быстро это сделала в конце каталога. Реально, для чего это нужно, ребят? Многие говорят, ой, это очень много. Кто-то говорит, ой, это фигня. Ребят, это немного, это немало. Это задачи, которые вы должны решить очень быстро. Сейчас, прям секундочку. То есть, это задачи, которые вы должны решить сами, самостоятельно, просмотрев ролики, научившись, как это делать своим кругом, близким, чтобы это не было вообще проблемой никакой для вас. Договорились? Это вы должны делать постепенно, полигонечку и просто это принять. Принять, что я это могу, я это сделаю, у меня это получится. Договорились? Ребят, я хочу вас всех видеть в премьер-клубе, чтобы у вас это было без проблем, чтобы вы не вкладывали свои деньги, чтобы у вас не было складов дома продукции, потому что 150 баллов, это их еще надо умудриться съесть и вымазать на себя, если это делать каждые три недели. То есть, вы должны научиться создать свою клиентскую базу примерно 5-10 человек, потому что они не каждый каталог будут заказывать. Кто-то один каталог отдыхает, следующий заказывает. Понятно? Создали клиентскую базу и сами полностью перешли в свой интернет-магазин. Давайте посмотрим, что дает вот эти 150 баллов. Ну, первое, конечно, это то, что вы получаете за статус, что вы уже в премьер-клубе. Второе, с вами уже работают более плотно, потому что видно, что вы себя серьезно ведете, вы пришли строить бизнес. То есть, это сразу показатель, что вы не просто, да, как бы интересуете, любопытствуете, а вы пришли строить бизнес. И давайте посмотрим, вас учат регистрировать людей. Как только у вас появился первый партнер, что вы с ним делаете? Давайте пошагово, прям пошаговую инструкцию проведем. Вы его регистрируете, знакомитесь, вводите в коллектив. Естественно, он смотрит у вас ссылку с Ириной Волковой, презентацию и проводит вводный инструктаж. Далее уже мы его обучаем, ну, отправляем на обучающий сайт. На вводном инструктаже мы человека подключаем к бизнес-школе. Вы в процессе с человеком сдруживаетесь. Ребят, сетевой маркетинг – это бизнес отношений. Если вы не выстроили отношения с своими партнерами, долгосрочные, доверительные, теплые, то вы этого человека долго не удержите. То есть, если вы только общаетесь с перепиской, коротенькими сообщениями, иногда о нем вспоминаете, пишете «Привет, как дела? Как у тебя рекрутинг?», он вам не будет отвечать, потому что он ничего не понимает. Вы должны каждого своего партнера брать за ручку и с ним идти по обучению, и каждый день с ним выполнять бизнес-школу. Не просто спрашивать, как у тебя дела в бизнес-школе, а задать конкретный вопрос. Ты посмотрела видео, как приглашать знакомых в бизнес? Да, что ты об этом думаешь? Я так не смогу. Давай начнем вместе. Ты же поняла, что это эффективно? Да, отлично. Давай вместе. Вот смотри, первое, что мы с тобой должны сделать – это написать список. Давай начнем сегодня с 10 человек. И первых, кого мы напишем, это «Ну, давай твоих родственников». У тебя же есть тетя, сестра, там, сестры двоюродные, кузины и так далее. Давай сегодня перепишем родственников. Сели, записали родственников. А вдруг уже даже не 10, а 20 человек получилось. Записали. Далее. Теперь вы говорите, с кем ты можешь кому позвонить или написать прямо сейчас. Выбери 5 человек. Ребят, прям записывайте. Выбери 5 человек. Выбрали. Теперь давай, кому мы будем писать или звонить? Человек говорит, давай лучше писать, как-то поспокойнее. Отлично. Открывай, находи этого человека в соцсети, где вы с ним общаетесь. Контакт, Одноклассники, Фейсбук. Открывай шаблон переписки, текст, который у нас загружен в бизнес-школе. Копируй первое сообщение. Привет, как дела? Я на минуточку поделу. Ты здесь? И ждете ответа. В это время, пока он вам отвечает, вы находите таким образом еще четверых. То есть, ваша задача за это время наладить контакт с пятерми всего людьми. Ребят, это реально взять новичка и начать его воспитывать с первого дня. И научить его, как пригласить первого человека к себе в команду. Реально или нет? Что он должен сделать? Он просто пишет, привет, как дела? Я тебе поделу. Когда ему человек отвечает, да, я здесь, что случилось? Он копирует второе сообщение и скидывает ему, скажи, пожалуйста, тебе интересен дополнительный заработок? Деньги нужны? Он пишет, да, интересно, а что ты хочешь предложить? А что за дело? Он копирует третье сообщение и отправляет, что моя знакомая, предприниматель расширяется, да, попросил меня кого-то из своих порекомендовать, она тебе сама позвонит и все расскажет, окей? Жди звонка. Все. То есть, вот три фразы, последовательно, ваш новичок, прям при вас. Вы смотрите по скайпу через показ экрана, как он это делает. И он отправляет это одному за другим. Как кто ему ответил, да, он этого человека берет в табличку, вы сами создаете табличку, вносите туда данные человека, то есть фамилию, имя, контактный телефон, ссылку на его соцсеть и коротенькое примечание, что это за человек, примерный возраст, да, вы пишете там 25 лет, в декрете сидит, дочке годик. Или работает поваром, звонить лучше вечером. То есть, какие-то короткие примечания, чтобы спонсор, который у вас занимается обзвоном, чтобы он, позвонив человеку, он скажет, что от вас, по работе, чтобы он уже имел хоть какое-то представление, с кем он говорит. Ребята, потому что это очень важно. У нас хоть шаблон и один и тот же, но знаете, когда мы говорим с человеком, например, с мамочкой в декрете или с директором банка, то мы и интонацию будем выбирать разную. Хотя, в принципе, говорить будем практически одни и те же вещи. Но мы будем иметь представление о человеке, об его уровне. И, извините, с домохозяйкой мы будем говорить о дополнительном доходе, да, с мамочкой в декрете, а с человеком, который у нас директор банка, мы будем говорить с ним о доходе в 200-300 тысяч. Понимаете? Ребят, поставьте плюсики, кто меня понял, что нужно делать с новичком, чтобы он как можно быстрее получил первую личную регистрацию. Почему это важно? Ребят, как только у человека появляется личная первая регистрация, у него появляется уверенность, что этот бизнес растет. А вы знаете, что нам необходимы три веры? Первая – это вера в себя, вера в компанию и вера в этот бизнес, что он действительно работает. И если у человека, да, слабенькая вера в себя, но он видит, да, компания хорошая, ему нужно увидеть, что этот бизнес работает, что люди действительно пойдут как можно быстрее. То есть если вы в первые же 2-3 дня получите первую регистрацию с человеком, ребят, считайте, что это уже прям победа, маленькая, но победа. Понятно? Далее, что мы делаем? Мы помогаем ему найти, зарегистрировать партнера. И что мы делаем, ребят? Мы сразу же первого партнера, вот этого, мы не сами регистрируем. Мы ему говорим, когда пришла заявка, делай показ экрана, я тебя сейчас буду учить регистрировать к себе в команду человека. И он сам будет все делать, вы только наблюдаете, смотрите, подсказываете, куда что вставлять, как переносить, какой пароль присвоить человеку и так далее до завершения регистрации. Если в процессе завершения регистрации возникнут какие-то нюансы, то есть сайт не будет пропускать регистрацию, вы тут же на месте помогаете человеку разобраться, в чем дело, почему регистрация не идет. То есть у нас есть и горячая линия для этого в помощь и так далее. Ребятки, это вам понятно? Поставьте пятерочки, мы можем двигаться дальше? Ничего сложного нет, ваши шаги очень простые, вы должны сразу же новичку отдать его обязанности. То есть не за него делать, не я, я все сделаю, я все смогу, я сильная, я вон какая, я могу до двух ночи не спать. Ребят, вы должны тут же новичка научить делать простые действия, то есть зарегистрировать человека, отправить ему вот это письмо приветственное, чтобы он активировал личный кабинет. Остальным непонятно, почему только четыре человека пятерочки поставили. Ребят, это у нас не просто, да, с вами семинары, какая-то встреча, это бизнес-встреча, планирование вашего успеха. Пожалуйста, прошу вас работать, не отвлекаться, потому что вы потом задаете такие вопросы, которые мы проходим на семинарах, и я понимаю, что вы просто их не смотрите. Извините, каждого лично учить не будем. Ребят, работаем командами, работаем вместе, тогда будет результат. Поодиночке в этом бизнесе не выживешь. Если вы думаете, что вы сейчас одним ухом тут послушаете, а вторым глазом будете в это время подписки в Инстаграм делать, какие вы умные, да, сразу на две вершины влезть хотите, не получится. Вы сейчас остановились, чтобы заточить топор, чтобы потом пойти и за одну неделю сделать такую гигантскую работу, которую вы раньше не делали. Итак, что у вас должно получиться? В первый каталог у вас должна сформироваться команда, ну, как минимум 3%, да, немножечко на раскачку, на раскрутку. 3% это от 200, даже сейчас от 150, до 449 баллов. Вы должны пройти первый шаг стартовой программы, получить все выгоды и преимущества, и вы с этого товарооборота, с 3% получаете от 150 до 300 рублей за работу команды, только за товарооборот. То есть в вашей команде уже появится 1, 2, 3 партнера, которые тоже хотят работать и зарабатывать. Что получите вы дополнительно? То есть я вам хочу показать примеры новичков, которые сразу взяли выгоды, максимальные выгоды. Смотрите на экран, вы видите, это скрин из нашей распечатки, то есть это информационный лист, который каждый из вас может вызвать себе, посмотреть всю свою команду. Что мы с вами видим? Первый, да, номер, Ряшина, Наталья. Наташа есть у нас в комнате? Да, Наташа, вижу, поздравляю с успехом. Смотрите, 150 баллов личный заказ, уровень впервые в жизни 3%, то есть здесь вторая графа, это максимальный уровень, который человек достигал. 3% это впервые, Наташа у нас только пришла в проект, вы видите, да, что она стала кюрекрутом, то есть это первый всего лишь каталог работы. Групповые баллы 343, то есть я вам показала, что здесь есть уже несколько человек, все с теплого рынка, как видите, все с заказами. И зарплата, смотрите, объемная скидка с команды 151.35, да, 151 рубль, и скидка по премьер-клубу, то есть это за личный товарооборот, начиная со 150 баллов. Ребят, у вас вот в этой графе скидка пока появляется, циферка. Вот смотрите, вот эта цифра, она неизменна. То есть вы сделали свой товарооборот, вот 5045, вы с него получили 10%, они вот здесь вот зафиксировались. Скидка объемная, она может меняться. Смотрите, от чего она зависит? От команды. Если мы посмотрим чуть ниже, то под Натальей есть Зотова Наталья, у которой личный заказ 55 баллов. Тоже 3%. Да, она с командой сделала 193. Но, ребят, чем отличаются вот эти два человека? Вы видите, что у Зотовой Натальи пусто. У нее не просчитана объемная скидка и не просчитана скидка за премьер-клуб. Хотя она вышла на 3%. Ребят, в чем дело? Как вы думаете? Почему у Зотовой Натальи нет денег, а у Ряшной Натальи есть деньги? ЛТО. Ну что, ЛТО. Она сделала ЛТО. 55 баллов. 150 баллов не было. Правильно. То есть смотрите, какая фишка. То, что человек не показывает своей активности. Даже если под ней есть уже команда, есть товарооборот, денег мы не получаем, потому что нету личного заказа 150 баллов. Далее, смотрите. Двигаемся к следующему слайду. Да, ну, Настя, не все понятно. Мы требуем четкости. Смотрите, второй каталог работы. Ребят, о чем вы должны думать? Кто у нас сейчас пока на 3%? Напишите свой уровень, что вы на 3% или близко к этому. Кто-то, да, чуть-чуть до 6% не дошел. Настя. Еще есть у нас кто на 3%? Наташа на 3%, правильно, закрыла отлично каталог. Мне кажется, у нас намного больше 3%? Ну, поехали. То есть что вы должны сейчас делать? Вот смотрите, вы себе зарегистрировали в команду в прошлом каталоге одного человека в первый уровень или двоих. Мы, конечно, рекомендуем сначала одну ветку раскрутить. Но я вам сейчас буду показывать сразу пример на двух веточках, как это работает. Смотрите. Вы взяли два человека. Вот если посмотреть предыдущий слайд, то вот они у вас здесь есть. И у них пока никакого уровня не было. То есть вот вы взяли два человека, первую линию. Сейчас, что вы должны с ними запланировать, ребят? Чтобы они повторили ваш результат, который вы сделали в прошлом каталоге. То есть вы должны что сделать? Ребят, все очень просто. Все гениально просто. Вы должны помочь вашим партнерам выйти на 3%. То есть вы должны проработать с ними их список знакомых, помочь им настроить их систему рекрутирования. Вы помогаете им своими людьми. То есть вы свои регистрации отдаете в эти веточки. Сами вы в это время проходите второй шаг стартовой программы. И доход ваш на этом уровне примерно 500-700 рублей составит. Но самая главная задача какая? Это помочь партнерам повторить ваш результат. То есть чтобы они сдублицировали. Друзья, если вы сами вышли на 3%, как вы думаете, вы можете научить другого человека сделать это? Можете. А если вы сами не были еще на 3%, вы можете научить другого человека выйти на 3%? Как бы да, вы можете рассказать, но когда нет личного опыта, то энергия совершенно другая. То есть вы должны быть профи, вы должны сказать ему, я в прошлом каталоге это сделала, это легко, я тебя научу. Тогда вы действительно научите. Поэтому вы пошагово ведете людей за ручку, за своими результатами. Что у вас должно примерно получиться? Я решила сегодня прямо на примерах показать, как это работает. Давайте смотреть. Еще одна команда партнеров, это Сверидова Екатерина и Плющева Елена. Мы рассмотрим два примера. Смотрите, обе отличились. 158 баллов, 173. ЛТО выполнили? Да. Обе вышли на 6%. Они прям друг по другам. Товарооборот у одной 674 балла, у другой 516. Премьер-клуб примерно одинаковый. Это лично их заработал личного товарооборота. Давайте посмотрим, что с объемной скидкой. Он искается на 6%, но получает скидку всего 319 рублей, а Леночка почти 700. Ребята, в чем разница? Почему, как вы думаете, Катя выше Лены, но скидка у нее меньше? В чем дело? Объясните мне. Кто видит, что произошло? Почему у нас человек, который записан внизу, зарабатывает больше, чем тот, кто над ним? Нет разницы в уровнях. Отрыва нет у Кати. Все верно. Что происходит? Да, Лена пока еще не обогнала Катю, но Катя, сейчас мы видим с вами, что у Кати получается, если мы возьмем 674 и отнимем Катин заказ, то мы увидим, что остается только товарооборот команды Лены. То есть мы понимаем с вами, что у Кати нет другой персональной группы, у нее нет отрыва, она только сделала личный заказ, она пока вторую веточку не делает. Ребят, страшно это или нет? Абсолютно не страшно. Я могу сразу сказать, что где-то до уровня 9, может быть даже 12% мы жертвуем скидкой, если мы поставили цель построить сначала одну крепкую ветку и потом взять другую. Я вам в конце покажу этот слайд, что мы жертвуем немножечко деньгами, но это небольшие деньги. Но если мы пришли сюда строить бизнес, то мы не будем с вами убиваться из-за 500, из-за 1000 рублей. Наша задача строить крепкие, сильные веточки. Да, разница пока есть скидка, то есть получается, что Катя получила скидку только с личного товарооборота, ей начислено с этой суммы еще 6%. То есть с команды Лены она пока ничего не получила. Ребята, вы это понимаете? То есть она сейчас получает только с личного товарооборота. Но получила зато 6%, потому что с команды они вышли на 6%. Здесь уже сумма поприличнее. Если я вам верну те слайды, вы увидите, что там тоже была интересная ситуация, но там не так ярко видно. Давайте дальше двигаться. Третий каталог, что вы должны сделать? Ребята, вы ставите себе план выйти на следующую ступеньку, 9%, а партнерам помочь выйти на 6%. То есть они были на 3%, повторили ваш результат. Вы вышли на 6%, теперь вы их учите, как выйти на 6%. То есть ваша задача вывести их, чтобы они повторили ваш результат. Сами вы в это время проходите третий шаг стартной программы, и ваш доход должен составить примерно 1,5-2 тысячи. Давайте посмотрим, так ли это будет. В первую очередь вы думаете о партнерах, о том, что это они должны заработать у вас такие деньги. Итак, давайте посмотрим на экран. Два человека у нас. Мы рассмотрим команду Яны Степановой и Натальи Гришиной. Два человека. Здесь мы видим, что у нас Новичкова, Калашникова и Вайдена, они не делают заказ. Это как прослоечка между лидерами. Такое бывает, что люди регистрируются, но пока не активны. Но когда у них тут будет стоять цифра 4, они в следующем каталоге, даже у них тут доллар будет стоять, они вылетят, если не сделают заказ, и вся команда поднимется чуть выше. То есть мы команды не теряем. эти прослойки, они могут выходить, команда поднимается вверх. Давайте посмотрим, что произошло здесь у нас. У Яны личный заказ есть? ЛТО есть. У Наташи есть. Отлично. У Яны 9%, у Наташи 9%. Товарооборот 1285-1117. Все хорошо, да? По деньгам. Отлично. И у Яны личный премьер-клуб около 1000 рублей за премьер-девчонки получили. А что с объемной скидкой? Здесь всего 418, а здесь почти 2000. Ребят, что здесь у нас с вами должно, как говорится, привлечь внимание? Кто понимает, что сейчас произошло? Я жду от вас обратной связи. Вы должны сейчас поработать, вникнуть и написать, почему такая разница, хотя Наташа под Яной, да, товарооборот огромный, уровень высокий, где деньги? Правильно. Нету пока второй ветки. То есть, вся венка целиком, да, у нас одной команды, поэтому скидка здесь пока маленькая. Ребят, поэтому мы всегда говорим, что если вы правильно строите бизнес, если вы правильно строите бизнес, вам нужно сразу вести, выстроить одну веточку, да, вот одна уже выстроена, теперь Яне нужно взять и начать вести вторую ветку, повторить результат, то, что она сделала с первой. Первая уже самостоятельно может развиваться, она и в принципе самостоятельно развивается. Далее, смотрите, это не страшно, то есть, всегда можно выровнять ситуацию, взяться за дело вовремя и все будет классно, то есть, скидка начнет увеличиваться, как только появится вторая веточка. То есть, вам нужна эта картинка для того, чтобы вы понимали, что нельзя упираться в одну ветку до бесконечности, у вас не будет хорошего, правильного дохода. Вот тут правильный доход, сколько я вам писала на уровне 9%? От полутора до двух тысяч, то есть, да, я вас не обманываю, то есть, примерно это должно быть, но при условии, что команда выстроена правильно. То есть, мы видим, что у Наташи одна команда 700 баллов дает, почти что 674, значит, остальные баллы, это ее личный заказ и есть вторая ветка. То есть, мы можем с вами это высчитать, просто я всю распечатку сюда, естественно, уместить не могу, делаю вам кусочками. Двигаемся дальше. Следующий шаг. У нас четвертый каталог с вами, ребята, вы фиксируете, что за три каталога вы должны проделать такую работу по созданию команды и воспитанию в ней менеджеров. Следующий каталог, ваша цель 12%, а ваших двух партнерах вы должны вывести на 9%. Может быть, перекос, что один на 9, другой на 6 останется? Может. Может быть, что второй выскочит на 12, этот будет на 9, вам чуть-чуть не хватит до 15. Ребят, ничего страшного. Отлично, радуйтесь успехами, когда в вашей команде растут люди. Значит, они самостоятельно выстроят бизнес, а у вас будет время на то, чтобы строить свои вторые, третьи, четвертые ветки. Что у вас по плану? Товарооборот от 1800 до 2999. Вы помогаете своим партнерам выйти на 9%. Доход у вас должен быть примерно от 3 до 4 тысяч рублей. Давайте посмотрим на примере. Что примерно получится? Вот у нас есть пример. Бахаева Екатерина. Впервые, кстати, ой, зачеркнула сейчас, секунду. Впервые Катюша у нас вышла с личным заказом 167 баллов на 12%. Товарооборот команды прям тютелька в тютельку. 1800 баллов до 1801. Что мы здесь видим? Какая у нас угроза? Ребят, давайте сразу посмотрим, какая есть угроза в этой команде. Что должно вас не то что заинтересовать, а заставить задуматься, что нужно делать быстро и энергично. Только одна сильная ветка. Мы видим, что под ней человек, кстати, совершенно неактивный, уже 18 каталогов не размещает заказы. Но, тем не менее, мы всегда считаем от первого человека всю команду. Может быть, на 25 человек только работает. То есть, Катя, если не начнешь строить вторую ветку энергично, то у тебя не будет здесь таких вот цифр. Это, видишь, минимум. Ты получила свой, да, премьер хороший. Ты получила с команды неплохую сумму. Я хочу сказать неплохую. Но, если ты вспомнишь предыдущий слайд, у Гришины и Натальи на уровне 9% практически такая же скидка. То есть, это ты получила самый минимум, потому что отрыв минимальный. Понятно, правильно? Что нужно делать? Быстро взять и создать вторую ветку. Эта ветка уже, мне кажется, сама может развиваться. Они сами могут регистрировать. Ты только их сопровождаешь, вы вместе строите планы, вы двигаетесь, воспитываете новичков. Но регистрируешь ты уже, да, на пятку. Тебе уже на горло наступают, а не на пятке. Поэтому ситуация очень сложная. Ребята, ну, вы видите, да? Это пример. Я просто очень быстро, да, накидывала слайды. Что должно произойти в пятом каталоге? Ребята, вот это уже интересно. Вы выходите на 15%, от 3000 до 4999 баллов. Ваши две ветки, вы должны их вытолкнуть, вытащить, да, смотивировать, чтобы они повторили ваш результат. Они выходят оба на 12%. То есть, что вы получаете на этом уровне? Доход примерно от 7 до 9 тысяч рублей. Если правильно построена команда, то доход будет правильный. Давайте посмотрим пример. Пример у нас, вот, как раз Маша Склеренко. Личный заказ есть. Уровень 15%, 3015 баллов, прям тютелька в тютельку. За премьер хорошая денежка и за команду почти 8 тысяч. То есть, да, я говорю, от 7 до 9 тысяч на этом уровне должна быть зарплата, потом вы должны перейти на 18%. То есть, нормальная скидка за 3 недели, да, ну, я знаю людей, которые за такие деньги целый месяц работают на работе. До сих пор такие есть зарплаты, да, 7-10 тысяч. Слышали про таких людей? Ребят, то есть, когда вы строите свой бизнес, вы должны себе отдавать отчет, то, что деньги в бизнесе, это не зарплата. Ребят, мы получаем с вами не зарплату за то, что мы сдали свою трудовую, сдали свой паспорт. Ребят, мы строим с компанией Арифлейм бизнес, у нас партнерские отношения. И должны мы, ребят, что с вами делать? Я не могу, да, я не говорю, что радоваться, да реально радоваться. Мне, знаете, мне Наташа Гришина написала сообщение личное, Наташи нет в чате, жалко, спросила бы разрешение, но тогда без разрешения скажу. Она мне написала в чате, что, она говорит, Лиль, ты представляешь, я этим деньгам, там, сколько у нее, 2700, по-моему, да, я этим деньгам радуюсь больше, чем когда покупала свою трехкомнатную квартиру. И я ее прекрасно понимаю, потому что это победа. Это ты не работала на дядю, это ты понимаешь, что ты свой бизнес строишь и уже получаешь первые дивиденды. Ребята, когда строят свой бизнес, когда открывают магазины, салоны, они вкладывают туда сотнями, тысячами, миллионы вкладывают, чтобы, да, раскрутиться, занимают, берут кредиты и прогорают. Ребят, прогорают. А здесь реально победа над собой, победа над своими страхами. Ты стала говорить, ты стала вдохновлять людей. И ты видишь результат, что у тебя получается, что люди, которых ты позвала, они тоже заработали денежки. Она мне пишет, я так рада, у меня девчонки с зарплатами. Круто, да? И тогда вы понимаете, да, это не работа. Я строю свой бизнес. И вы понимаете, что вы крутышки. Реально крутышки. Вы понимаете, что всё только начинается. Ребят, всё только начинается. Я в субботу встретила Яну Бельскую в сервисном центре. Они такие шикарные туфли, ярко-синего цвета. Я говорю, Яна, какие туфли? Она говорит, Лиля, я себе купила трое туфлей. Красные, синие, зелёные. И куплю ещё жёлтые и оранжевые. Я, говорит, теперь себе ни в чём не отказываю. Я теперь могу себе это позволить, потому что я понимаю, что всё только начинается. Яна в субботу открыла уровень «Золотой директор». Представляете? Она мне говорит, я ращу сразу шесть веток. Шесть веток заложила. Они, говорит, потихонечку, но все поднимаются медленно, но уверена. Скоро брюлик будет. Ребят, тут главная вера. Вера, то, что вы можете, если другие смогли, вы тоже сможете. Если у вас до сих пор не получилось, значит, вы пока ещё не начали. Не начали воспринимать это дело как своё. Вы всё ещё ждёте, что вам кто-то должен на блюдечке за голубой каёмочкой что-то преподнести. Нет, ребят, вы не поверите никогда в себя, пока вы в себя не поверите. Просто возьмите себе и прикажите, я смогу, я это сделаю. Когда страшно звонить людям, поднимайте трубку и звоните. Когда вам страшно говорить новичку о первом заказе активационном, берите и говорите, начните разговор с этого. С этого по-простому, по-человечески. Потому что, ребят, это наша работа. Не просто переписью населения заниматься, чтобы, да, висели вот такие пустые дырки. Они будут, конечно, пустые. Но вы должны не ждать, что спонсор возьмёт ваших людей и вытащит их на какие-то уровни. Берите и ведите их сами. Берите и ведите, тогда у вас всё получится. Это у нас был уровень 15%. Поехали дальше. В следующем каталоге ваша задача ваших партнёров вывести на этот уровень. Вы были на 12, вы были на 15, теперь вы их должны вывести на 15. Тогда вы получите уровень 18% зарплата примерно от 12 до 15 тысяч. Берите бизнес, да, в свои надёжные руки, потому что никому нельзя доверять свой бизнес. Кому это надо? На уровне 18% смотрим, да, Оля Мальцева. Ну, у неё, конечно, уровень с международкой 22, но я взяла вот этот процент, то, что удобно показать. 200 баллов личный заказ, 18% 6500 баллов, премьер, и зарплата почти 12 тысяч за 3 недели. То есть, да, уже нормальная среднестатистическая зарплата за месяц это больше 15 тысяч получается. Ну, люди работают за эти деньги с 9 утра до 6 вечера, и всё у них нормально, да, как бы они ходят на работу и в субботу, и берут её домой, и так далее, и так далее. А вы наверняка заметили, как живёт Оля. Да, она уже на этом уровне позволяет себе такую жизнь свободную. Она часто скидывает фотки, что они всё время то на соревнованиях, то в бане, то в бассейне, то они едут в город на шопинг. Ну, да, она мама троих детей, и она ведёт свою свободную жизнь. Вы знаете, почему она себе такое позволяет? Разгильдяйство. Потому что, если бы она сейчас вернулась после декрета на свою работу, у неё бы там зарплата была 10 тысяч за месяц. И она бы там работала бы с утра до вечера комендантом общежития. Да, ей бы, может быть, ещё и шоколадки какие-то приносили. Ребят, но это всё, это всё не то. Да, и, естественно, на уровне 22% зарплата совсем другая. То есть мы с вами сейчас видим без международной группы результат. Для примера ещё раз повторяю. Ребят, реально помочь людям вывести на 15%? Если да, то вытаскиваем их в следующем каталоге. Это у нас седьмой каталог. Это полгода работа почти что. Мы их выводим на уровень 18%. Что должно произойти, ребят? Ваши люди должны начать зарабатывать от 12 тысяч за каталог. От 12 тысяч. Да, Оля и спортом занимается, и вообще балдеет, и готовит. У неё дом большой, коровка, хозяйство, сад, огород. Всё у неё прекрасно. На машине ездит. Бизнес-леди натуральная. То есть вы должны помочь людям выйти на 18%. Ваш товарооборот будет от 7 тысяч. Ну, соответственно, если 18-ки это 2 по 5, то это уже 10 тысяч как минимум товарооборот. Ваш доход на этом уровне примерно 20, может быть, 25, 35, 40. То есть это примерно. Так, тут не закрыла, турбо роста нет. Что вы примерно получаете? Ну, вот у нас единственный пример, сейчас могла найти это свой личный. То есть личный заказ 200 баллов обязательно для директора. То есть если все делают по 150, то с уровня директор это уже 200. Что получать все бонусы? Уровень 22%. Товарооборот команды вы видите. И скидка это без бонуса, то есть без директорского бонуса. То есть бонус ещё примерно 12 тысяч будет. То есть это скидка за три недели. Ребята, за эту работу, которую мы выполняем. То есть помогаем людям разбираться, вникать. Записываем ролики, учим сделать первые заказы, проводим семинары, планёрки, тренинги. Нам компания платит такие деньги. Может быть, они и не очень большие. Ребята, но я могу сказать вам честно, что если бы я работала сейчас по своей профессии бухгалтер, моя зарплата была бы максимум 30 тысяч. Потому что в Газпроме уже должность главного бухгалтера занята. Я просто смотрю по своим друзьям, с кем мы учились вместе на этом факультете. У них зарплата максимум 30 тысяч рублей. Но они пашут как кони. У них нет отпуска. У них один выходной, который они там не знаю, как любят. Когда идёт сводится баланс, они просто живут на работе. У них круги под глазами. Выглядят они не очень позитивно. Фоток у них нет практически. Я говорю, это будет максимальная зарплата. У меня самая богатая моя подруга бухгалтер. Она работает в Саргрейсе наша. А у неё зарплата 30 тысяч. Поэтому, ребят, я очень счастлива, что я здесь. Я развиваю свой бизнес. И я уверена, что эта зарплата, ну, это маленькая в этом каталоге зарплата. Она обычно бывает и больше. Вы видели мои справки о доходах. То есть, бывает, что там 70 тысяч, премии, бонусы различные. Но есть к чему стремиться. Поэтому ваша задача выращивать как минимум две ветки. Потому что уже в восьмом каталоге ваши две ветки должны выйти на 22%. И тогда ваш уровень будет золотой директор. Понимаете, выращивая два человека, воспитывая лидеров. Ребят, наш бизнес это не просто это бизнес не продаж, не просто организация товарооборота. Наш бизнес это бизнес воспитания лидеров. Если вы будете воспитывать лидеров, то ваши команды будут очень быстро расти, развиваться. сильными, крепкими. Вы сможете не зацикливаться на двух ветках. Я сейчас показала пример. Две веточки вы можете в какой-то момент вы добавляете третью, потом четвертую, пятую, шестую. Когда вы их добавляете? Тогда, когда вы видите, что команда готова. Что у вас как минимум на три уровня. Что значит на три уровня? Я только говорю про активных. То первый человек активный, он управляет этим бизнесом, он им заведует. Второй человек и третий. То есть, когда вы видите, что три ветки есть человека суперактивных, которые ведут этот бизнес, то вы можете добавлять следующие ветки. Между ними могут быть прослойки по 10, по 20 человек, даже по 30. Прослойки неактивных, те, которые там потребители, периодически делают заказы. Мы говорим про три уровня, когда в ветке есть три менеджера, которые взяли на себя ответственность. Да, всего лишь нужно два суперактивных партнера, чтобы выйти на уровень золотой директор и помочь им найти их суперпартнеров. Ребят, понимаете, чему вы будете учить людей? Повторять ваши действия, чтобы они брали себе двух партнеров, выводили их сначала на 3%, потом на 6%, потом на 9%, на 12, 15, 18, 22. То есть вы учите дублицировать все действия. Если вы этот метод дубликации будете использовать на всю катушку, то бизнес будет расти и расширяться. Если вы будете всех сами нянчить, вынянчивать, выкармливать из груди буквально до седых волос, бизнес расти не будет. Поэтому быстро нужно научить и делегировать. Вы не должны регистрировать до старости, до пенсии всех новичков вашей команды. Отдавайте новичкам, пусть они делают эту работу. Я знаю, как им это нравится. Когда у них что-то получается, маленькие простые действия, они это быстро запоминают и с удовольствием учат уже своих партнеров делать то же самое. И тогда будет классный результат. Быстро научили, отдали полномочия, сами перешли на следующий уровень. Просто если вы сами будете все делать, за всех скидывать заказы, всех сами регистрировать, всем скидывать ролики, проводить водники для всех сами, вы никогда не сдвинетесь выше уровня 9%. Потому что вы просто не осилите, вы не сможете выполнять свои функциональные обязанности, которые вы должны делать. Договорились? Поставьте пятерочки, кто сейчас понял, вот все вам, вот эти примеры показали, всю картинку, что должно происходить, то есть как правильно формируется команда, как выходить на хорошие высокие уровни, что нужно лично делать, какую активность. И три простых действия, ребят. Каждый день одна регистрация личная, то есть вы настраиваете свою систему рекрутирования. Каждый день, каждый каталог вы делаете 150 баллов личный заказ, и каждый день вы учитесь, вам нужно каждый день просто каждый день выполнять свой план, учиться, каждый день смотреть один-два вебинара, чтобы прокачивать мозги, не просто прокачивать, а чтобы получать новые знания, читать книги, которые мы рекомендуем, потому что обучение на первом уровне стоит. Первый, вообще это самое главное, чтобы стать профессиональным, да, вот таким вот профессиональным бизнесменом, бизнес-леди, ребят, этому надо учиться. И в чем наш плюс с вами огромный, то, что у нас учат, в обычном бизнесе не учат. И что я вам еще на десерт приготовила, такой вот слайд классный, потому что вы знаете, ребят, когда получаешь такие деньги уже, которые можно сказать, что они превышают зарплату бывшую, да, где вы работали в два, то и в три раза, то это действительно очень суперские ощущения, очень суперские, даже вы знаете, я не знаю, как вам передать. В нашем бизнесе проигрывает тот, кто уходит раньше времени, не дождавшись богатства, никогда не сдавайтесь. если вы будете методично со шаг за шагом продвигаться к своему богатству, то к вам будут присоединяться даже те, кто ушел на начальных этапах, они будут возвращаться, видя ваш результат. И у нас в команде тоже много таких примеров, когда люди сначала вроде загораются, потом бросают, в чем-то не разобравшись, но через какое-то время просится обратно, начинает заново учиться и получает новый результат. И это очень здорово. И я вам делаю маленькую напоминалочку, что в эту неделю у нас праздник продолжается, 5 продуктов по мега ценам, от этих цен вы отнимаете, то есть вот вы видите цену, например, маска 99 рублей, вы отнимаете еще 20%, и можете взять себе по 5 продуктов любые в заказе, при условии, что у вас есть хотя бы один продукт из каталога в этом же заказе. Да, водичка супер, я вам хочу сказать, что и цена классная, в новый год ее будет можно прям продавать пачками и дает 10 баллов, то есть 5 водичек взяли, уже 50 баллов сделали. Потрясающая классная маска, я даже себе выписала вот этот крем, я его один раз брала, мне он очень понравился, и за такую приятную цену, конечно же, я себе взяла, просто супер. И моя любимая акция, которую я жду с нетерпением, это выгода в кубе, это сейчас будет информация для тех, у кого есть команда, ребят, смотрите, то есть задача какая, вызвать итоговую распечатку прошлого каталога, сделать выборку, у кого было сделано от 50 баллов и выше, и проследить, чтобы каждый из этих человек, из этих людей, каждый сделал в этом каталоге еще раз от 50 баллов. И в первом каталоге вы повторите то же самое, то есть вам нужно, чтобы ваши люди три раза подряд сделали по 50 баллов, тогда они любой набор смогут взять со скидкой и всего за 199 рублей. Наборы классные, я хочу сказать, что я себе выбрала вот этот набор, однозначно, это моя фантастическая любовь, я просто его обожаю, и за 199 рублей я его очень хочу, пижама у меня уже есть, поэтому пижамы я не хочу, каждый выберет для себя что-то, что вам нравится, ваша задача, как спонсоров проследить, чтобы люди не пролетели мимо этой акции, вдохновить их, еще раз напомнить, что они участники этой акции, чтобы они продолжали в ней как говорится действовать. и вот а где же у меня тот слайд, подождите, подождите, перескочила что ли, один слайдик у меня еще был, может я его нечаянно удалила, ну ладно, ребят, хочу получить от вас обратную связь, чем для вас сегодня был полезен наш такой бизнес семинар, бизнес встреча, что вы для себя взяли, что на уст намотали, что будете делать в этом каталоге, чтобы все получилось, чтобы пошел рост и уже вы не сидели на месте, чтобы ваш рост был независим от сезонности. Прошу обратную связь от вас. Спасибо, Катюш, что умеешь быть благодарной. Да, бери команду в свои руки. Все полезно, работе с командой. Надо с новичком работать в первый день, проделать огромную работу. Конечно, если вы новичка не включили в первые 72 часа, то есть двое-трое суток вам дается на то, чтобы включить человека в бизнес, то потом будет сделать намного сложнее. Если вы сразу включили человека, взяли его за руку и говорите «Так, все, это принято, начинаем». И начинайте с ним работать. Тогда у вас все получится. Если вы человека упустили, то вы потом пеняйте на себя. Это уже ваша проблема, а не проблема человека. Потому что согласитесь, в интернете человеку намного сложнее поверить понять этот бизнес, распробовать его, раскусить для него сложнее. Поэтому если вы хотите роста карьерного, то ваши новички это ваше золото. Желаю вам мега продуктивного каталога. Напоминаю, что сегодня у нас в 19.00 по московскому времени будет онлайн банкет, который покажет вам еще раз, как мы мощно прожили 16-й каталог. Мы всех поздравим, для каждого готовим супер меговскую открыточку с результатами. Эти банкеты обычно мотивируют и вдохновляют. Чтобы получить энергию, надо ходить на банкеты, чтобы видеть, что такие же люди, как вы, делают. Значит, вы тоже сможете. Значит, это не сказки. Потому что у нас здесь нет наемных артистов, которые играют роль 9-ти процентников. ребятки действительно включаются, работают, делают сами. Мы только рядышком. Мы помогаем, учим и даем маленькие рекомендации. И в 20 часов будет семинар от компании. Будет выступать человек, там нужно будет заходить по другой ссылке. Надеюсь, мы в банкет за час уложимся, потому что поздравлений много. Но если чуть-чуть мы задержимся, ничего страшного. Потом будет семинар. И каждый день, ребят, ваш план дня. Каждый день вы можете писать его в чате, что вы планируете. Самое главное, чтобы вы его выполняли. Потому что просто так писать планы и их не делать. Это никому не нужно, это не интересно. А вот писать план и перевыполнять его, или как минимум выполнять, вот это интересно. Это даст классный результат. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за то, что вы с нами выбрали нашу команду, за то, что вы выбрали успех и развитие. Хочу вас поблагодарить за прекрасную работу в 16 каталоге и пожелать вам, чтобы вот 17 каталог, каталог, который завершает год, чтобы он принес вам массу радостей и волшебства. В вашу команду пришли золотые кораблики, приплыли в вашу гавань, а для того, чтобы они туда приплыли, ребят, надо быть готовым. Потому что подобное притягивает подобное. Если вы до сих пор не встречаете лидеров, значит, вы просто сами еще не готовы. Развивайтесь, читайте, смотрите видео, работайте над собой, и тогда результат придет однозначно. Всего доброго! Пока-пока! Пока-пока!